Девушки отдыхают Юлия Храмова. Девушка с мировым именем. Ее лицо украшало лучшие обложки журналов. С ней лично знаком Роберто Кавали, а диджей Смэш бился за ее сердце. Она не только красива, но и талантлива. Окончила курсы по вязанию и плаванию, а еще в арсенале подготовка вожатых для детских лагерей. Променяет с легкостью устрицы на вареные яйца с сахаром, а еще обожает холодные пельмени. Мисс Тобольск, миссис Россия и вице-миссис мира. И все это она, табалечка Юлия Храмова. Для своих же она просто юлишна. Юлечка, очень рада видеться в студии. Ты безумно красивая. Она просто сидит, я думаю, во-первых, какой у тебя рост, Юля. Я просто себя в какой-то неполноценной чувствую. Вроде мы две высокие девушки. 178. Ну это сразу, сразу ощущается. Юля, расскажи нам, пожалуйста, как у тебя дела? Да в целом все хорошо, как у всех. Дом, работа. Работа, дом. Но сейчас у тебя нет путешествий, потому что раньше у тебя практически вообще не было в Тюмени. Сейчас все Юля в Тюмени, да? Ну преимущественно да. Раньше до появления ребенка, конечно же, я могла по несколько месяцев отсутствовать. Когда ушла в декрет и через полтора года улетала на короткие промежутки, там неделю, на несколько дней. Сейчас благодаря ковиду. Благодаря. Ну все равно бывают, конечно, какие-то рабочие вылазки, но они такие больше однодневные. То есть люди ездят на работу на автобусе, на метро, на машине, у меня бывает на самолете. Одним днем съемка и обратно домой. Но ты из Тобольска часто бываешь в городе с детства? Если честно, сейчас реже. Когда у меня жила там мама, то я, конечно, посещала его чаще. Сейчас у меня осталась там средняя сестра, потому что старшая живет в Новосибирской области. Средняя сестра живет в Тобольске, но преимущественно они предпочитают сами ко мне ездить. Как-то тут у нас интереснее проходит досуг. Да, ну когда бываешь в Тобольске, просто сама тоже из Тобольска, какие места любимые? Может быть, обязательное посещение? Может быть, Кремль, Абалак, что? Ну, конечно, Кремль это не только достопримечательность, но лично для меня действительно атмосферное место. Сейчас Тобольск очень сильно преобразился, потому что тот город, из которого уезжала я больше 10 лет назад, и то, что я вижу сейчас, когда приезжаю, конечно, меня очень радует, что настолько занимаются преображением города. Это очень красиво. Я еще любила очень бывать в саду Ермака. Правда, я там не была давно. Не знаю, я видела, что там закрытая как-то территория. Туда не попадала целенаправленно. Но сейчас, да, смотровая площадка и сад Ермака для меня это такие одни из самых красивых мест. Мне сложно, конечно, поддержать иму Тобольска, потому что я всего лишь один раз там была, поэтому буду говорить тебе о тебе. Скажи, пожалуйста, я тебя знаю 14 лет. В 2007 году мы вместе участвовали в Мисс Имиджу, Мисс Тюмень, и ты тогда была невероятно красива. Вот расскажи, пожалуйста, как начинается новый день Юлии Храмовой? Ну, сейчас новый день начинается с пробуждения ребенка. Как у садик, наверное, да? Да, потому что взрослая жизнь, конечно, выносит свои коррективы. Ну и плюс мальчик у меня не может вставать вот так вот, как солдат еще пока что. Поэтому я его бужу, и пока он просыпается и валяется, конечно же, иду сама приводить себя в порядок, а потом уже все остальные... Вот, можно заострить внимание на том, как ты за собой ухаживаешь? Вот давай какие-то простые советы. Понятно, что у всех есть крем, есть тоник, но какие твои вещи обязательно ты утром делаешь сама? Может быть, какой-то лед тебе помогает стать такой же прежней красивой Юлией Храмовой после сна? Ну, бывают у меня моменты, когда я просыпаюсь отекшая, да, когда много воды пьешь на ночь. Я, конечно, знаю, что так делать нельзя, но все мы люди, со мной тоже такое бывает. И когда я понимаю, что я отекшая, действительно, у меня есть роллер, да, вот этот, который рекламировали, гуаши, да, он называется. Вот я его просто кладу в морозилку и достаю холодный, и он также дает эффект такой же, как от льда, только по лицу ничего не течет. Какая-то зарядка, может быть, пробежка, что-то такое есть? Раньше я этого не делала, последние, наверное, полгода, с утра я делала 100 прыжков. О, лимфодренаж! Потому что это лимфодренажная штука, это действительно работает, причем я к этому относилась скептически, но когда начала это делать системно, так же, как и спорт, поняла, что это реально работает, потому что до 25 я могу сказать, что еще можно есть на ночь, можно не заниматься спортом, делать что-то еще. Потом генетика тебе говорит, дальше сама, и все. Если ты хочешь хорошо выглядеть, то, конечно, системно нужно для этого прикладывать усилия. За эфиром ты нам рассказала, что ты делаешь какой-то массаж ежедневно, утром и вечером, и дала согласие на то, что покажешь нам и нашим телезрителям какие-то простые упражнения, что делает Юля Храмова. Юль, покажи, пожалуйста. Ну, я не могу сказать, что я это делаю прям каждое утро и вечер, но стараюсь в вечернее время преимущественно, конечно, это делать, вот этот вот скребок, он хорошо помогает. Я прорабатываю им линию подбородка, когда ты удерживаешь вот эту часть и прорабатываешь скуловые истории, лоб и носослезную борозду. Таня, штат, это разумно, носослезную борозду, я даже не знала. Просто, друзья, это действительно советы, просто на миллион, потому что это безумно красивая и талантливая девушка, и мы, конечно же, сегодня с тобой поговорим и о твоей карьере, но прежде я хочу с тобой поговорить о том, делала ли ты когда-нибудь какие-то инъекции? Уж прости, что я такие откровенные вопросы задаю, но коль мы говорим о красоте, нужно, знаешь, все выяснять. Ну, я никогда не скрывала и не была из людей, которые делали и говорят, нет-нет, у меня все свое, я ничего не делала. Были корректировки, я подкалывала чуть-чуть верхнюю губу, но это было уже практически, наверное, года два назад. Я не знаю, я даже не понимаю, сейчас остался эффект или нет, потому что я не могу сказать, что была какая-то кардинальная разница между тем, как было и есть. Вот, но также я делала биоревитализацию. Такие уходовые, да? Да, да, ну то есть больше история такая на поддержание и на выработку собственного коллагена. А вот в будущем, например, там через 20 минут, ты готова на пластику или это вообще не твоя история? Честно, я очень легко отношусь к таким изменениям, я спокойно реагирую на любые внедрения. То есть у меня нет категоричного отношения к теме преображения своей внешности. Если девушка будет чувствовать себя комфортнее после ринопластики, после каких-то вмешательств, не знаю, круговой подтяжки лица, все что угодно. Сейчас такое время, когда все шагнуло на порядок вперед, и, конечно же, я не сторонник, но если через 20 лет я скажу, нет, мне нужно, я с легкостью это сделаю, причем я не буду даже заморачиваться и думать, а что будет, а как. А что скажут. Да, потому что я человек, который быстро принимает решения, это касается многих вопросов, то есть я просто скажу, делаю, и, скорее всего, через неделю-две-три я уже буду там, где нужно. Да, ну, вообще, думаю, все взглянув на Юлю, сразу понимаешь, это модель. Ну вот, Танюш, скажи... Безумно красивая модель. Осанка, посанка. Но думают ли тактюменцы, кем, по мнению, горожан может работать Юлия Храмова, давайте, друзья, это посмотрим и выясним. Чем может заниматься эта девушка, вы ее не знаете? Плохо. Ну, я думаю, что она еще студентка, во-первых, я думаю, она учится. Цветы, может быть. Цветы? Да-да, все возможно. Плорист? Ну, что-то типа того. Ведущая какая-нибудь. Может, МВД, звание майор? Майор. Какой-то блогер, наверное. Блогер? Может быть, или модель. Юрист какой-нибудь. Юрист? Ну, да. Ну, макияж, брови, брови. Может, какой-то бизнес у нее свой. Какой? Ну, какой? Ну, парикмахерскую, например, какая-то у нее своя. Так, стрижет и вот брови, да, делает? Да, что-то такое. Тренер по фитнесу. Ну, или какой-нибудь ресторан у нее. Нет, мне кажется, она инстамодель. Инстасамка. Ну, она рекламирует, что-то. Что? Зубная паста. Ю, мне кажется, перечислили все профессии мира. А Кадзе больше так понравилось? Очень интересно. Ну, где-то точечно попали, действительно. Меня очень порадовало, что все называли творческие направления. Это действительно моя стезя. Я поняла, что офисная история и мои образования никак не влияют, потому что у меня педагогическое и экономическое образование. Но по факту всю свою сознательную жизнь я в творческих профессиях, поэтому... А кем ты сейчас себя позиционируешь? Сейчас я активно занимаюсь обучением в теме визуализации, потому что я ушла совсем в онлайн-формат. Визуализация – это что? Визуализатор бренда – это человек, который исследует, да, то есть прорабатывает личность и через фотографии, через составление визуального концепта помогает отразить личность в социальных сетях. То есть это преимущественно нужно тем, кто продвигает свои продукты, услуги, себя как личный бренд хочет позиционировать, кто хочет нести какой-то посыл и масштабироваться, и зарабатывать. То есть, получается, ты вот с картинки на другую сторону перешла? Получается, что да. А с карьерой модели завязана или ты все-таки планируешь потом возобновить? Ну, у меня... Я поняла, что с этой профессией, наверное, я никогда не завяжу. Как-то так получилось, что я изначально так же, как и большинство, думала, что, ну, все, там, 25 пенсия, да, у моделей, как говорят, там, 30 пенсия, или, там, я не знаю, параметры больше, там, я не знаю, 95 сантиметров объема бедер, до свидания. Я не знаю, со мной это не работает, может быть, потому что и тенденции сейчас немножечко шагнули в сторону, там, бодипозитива, принятия себя, там, натуральной внешности и так далее. Ну, вот, несмотря на то, что сейчас я уже могу сказать открыто, я не в модельных параметрах, то есть я больше, чем 90-60-90, и, тем не менее, все равно на съемки берут и приглашают, и, вне зависимости от того, в каких я параметрах, с какой я стрижкой, поэтому пока, пока будет, будут предложения, конечно, я буду смотреть. Это вам очень приятно, согласились? Конечно, да, то есть у меня была съемка, я часто работала с Фаберлик, и вот была у них совсем недавно, буквально на прошлой неделе, я им написала, ребят, нет, я не в параметрах, они сказали, ничего страшного, отправьте на фотографии, мы посмотрим. Я ему сказала, я не могу, потому что вот это, 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 не сказали. Ну, нет, все-таки мы бы хотели, получилось, что... И, знаешь, мне особенно приятно, что ты работаешь с российскими брендами, не только с тюменскими, если только на-ля тюменского глянца, но и, как правило, ты все больше и больше находишься в Москве. Что касается твоего бренда, для меня оказалась эта новость. Ты дизайнер бренда, что это у тебя за одежда? Да, сейчас я тоже для себя открыла новое направление, потому что сейчас, окунувшись в тему, опять же, визуализации, то есть здесь направление стилистики, мейкапа и создания образа в целом тоже затрагивается. И мы совместно с моей подругой, почему бренд 2U, потому что две Юли и 2U для тебя, ну вот такой у нас получился концепт по названию, мы решили разработать что-то комфортное, лаконичное, при этом хочется, чтобы это были женственные, такие уверенные образы, то есть мы пытались себя отразить через эту одежду. Юра, знаешь, что интересно, я посмотрела инстаграм твоего бренда, почему-то ты там не в моделях, почему-то другие девушки показывают твою одежду. Почему так, Юль? Ну я тоже там есть, но преимущественно минимально. Почему? Потому что сложно качественно сделать процесс, когда ты и в кадре, и за кадром. Если ты в кадре, соответственно, ты упускаешь какие-то моменты организационные, которые ты бы мог отследить в процессе. А что сложнее, быть моделью и вот это все показывать, отражать, или все-таки быть организатором, когда ты все контролируешь, смотришь, чтобы все четко было отображено? Ну лично для меня, я не могу сказать, что для меня сложно, потому что опыт длиной в 10 лет, да, даже больше, он, конечно, дает о себе знать, и это, наверное, навык, который нарабатывается в каждой профессии. Для меня это не сложно, но организаторские моменты, конечно, они сложнее, но для меня сейчас интереснее, потому что есть такой период уставания, наверное, когда тебе приедается деятельность, и ты немножечко делаешь все на автомате, то есть вот без такой полноценной отдачи такое бывает. Вот поэтому сейчас я поняла, что мне приятнее работать в формате организатора, когда я отслеживаю, я подбираю модели, все детали, все нюансы, прорабатываю, согласовываю, собираю команду. Это, конечно, трудоемкий процесс, но он мне интересен, это самое главное, поэтому медленно, но верно, мы двигаемся вперед. Ну, не стоит забывать, что Юля, конечно же, не только бизнес-мома, но она же еще, прежде всего, и жена, и мама, и об этом мы совсем скоро поговорим, ненадолго прервемся, сразу после небольшой паузы продолжим оставаться с нами. Дальше все секреты личной жизни Юли. Это все включено, включаем хорошее настроение для вас вместе с нашей гостью, моделью, блогером и не только Юлией Храмовой. Юлечка, ты давно уже в браке, этого твоего мужа прекрасно мы знаем. Скажи, пожалуйста, как-то получилось, что именно Андрею достал свое сердце? Ведь женихи были одни из самых-самых лучших. Я не говорю, что Андрей, Андрей прекрасный человек, но диджей Смэш за тобой ухаживал, правда ли это или нет? Был такой прецедент. Было, было, да? Да, то есть изначально, как получилось у нас, наше с ним первое знакомство, я фотографировалась для обложки его альбома, еще с одной девушкой, и по окончанию съемочного процесса ко мне подошла менеджер и протянула листочек с его номером телефона и сказала, Андрей, я очень хотел, чтобы вы ему позвонили. И я сказала, вы знаете, нет, спасибо, вы можете эту бумажку оставить себе, причем она переспросила у меня несколько раз. Вы, нет, Юль, вы не поняли Андрею. Я говорю, я все понимаю прекрасно, как бы спасибо, нет. Но как выяснилось, на этом наше с ним взаимодействие не закончилось. Потом, спустя, по-моему, год или полтора, то есть я сейчас уже точно не помню, я встречала подругу в аэропорту, то есть я работала в Милане, она была в Париже, она мне говорит, я прилечу на несколько дней, мы с тобой куда-нибудь там сходим, отдохнем, погуляем. Я ждала ее в аэропорту, и выяснилось, что она встречалась на тот момент с другом Смэша, Андрея, и они в этом же аэропорту ждали того же человека. И он ко мне подошел и сказал... Я тебя запомнил, что значит, я можете оставить номер себе? Я говорю, ну, потому что... Потому что я преимущественно не считаю, что популярный человек должен и имеет возможность вот так вот по щелчку... Вот так, вот так, просто, вот так. Ну так, Юль, ну ты мама. Да. Расскажи, как тебя изменило материнство? Очень сильно, я бы сказала. Я взрослела вместе со своим ребенком. Однозначно, он был запланированный, желанный. Сейчас осознаю, что в правильном возрасте я его родила, потому что очень многие говорят, 23 года, ты такая маленькая, в смысле ты уже мама. Все равно, чем старше становишься, тем более категоричным становишься человеком, потому что ты уже лучше знаешь собственные границы, собственные желания, ты уже сложнее идешь на какие-то компромиссы, альтернативы. И все-таки вот материнство в таком более юном возрасте, оно дается легче, потому что вот этот юношеский максимализм, он помогает быстрее сглаживать углы какие-то. Юлечка, тогда скажи, пожалуйста, назови три главных плюса и три главных минуса материнства. Три главных плюса. Ты никогда не будешь одинок, однозначно, потому что объятия твоего ребенка спасают в любой ситуации, как бы морально и физически ты не уставал. Второе – это мотивация и стимул к жизни, потому что это безумная ответственность, и ты понимаешь, что ты ответственен не только за себя. Третье – это то, что твоя кровь и плоть – это твое продолжение, и это будет иметь какое-то дальнейшее развитие. Из минусов – это… Плату времени, наверное. Да, безусловно, это смещение приоритетов, особенно первые три года в пользу ребенка, когда ты больше такой обслуживающий персонал, скажем так. Аниматор. Да, аниматор и домохозяйка, и кухарка, и вообще все вместе. Поэтому второй минус – это, наверное, то, что все равно женский организм – это такая уникальная машина, которая способна мало того, что воспроизвести на свет новую жизнь, но тем не менее ресурсы-то женские восстанавливаются не так просто. И поэтому это в том числе жертвование, скажем так, своим телом, потому что восстанавливаться всем удается по-разному. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Ну и третий минус – это, наверное, наличие стресса дополнительного, потому что он, правда, есть. Мать, Юль, похоже, у тебя еще добавится стресс. У тебя же школьник уже в следующем году пойдет. Да, в сентябрь на носу. Готова? Уже да. Мы проходили подготовку к школе. И я не знаю, конечно, я волнуюсь больше, чем сын, однозначно, потому что школа – это был период, который я хотела быстрее закончить и выдохнуть. Да. И это абсолютно нормально. Кстати, очень важно, чтобы перед школой у ребенка не было никаких логопедических проблем. И потянуть все это, все эти навыки, может, логопедический детский лагерь. Такое открыли на базе детского сада номер 135. В нем малыши не просто весело проводят время, но и занимаются коррекцией речи. Подробности Марии Ряниной. После сончаса сразу дыхательная гимнастика, потом обед и полезные занятия со специалистами. У ребят из дошкольного лагеря в 135 детском садике ни минуты свободны. Дети здесь не просто весело проводят время, но и совершенствуют речь. Наш логопедический лагерь называется «Зазеркали королевы речи». И, соответственно, программа, которую мы разработали, она направлена на то, чтобы максимально успешно в дальнейшем речь коррегировать. То есть, да, у нас заложено то, чтобы речь довести до нормы. И ходят, посещают этот лагерь дети, группу комбинированной направленности, в которую входят те детки, которые прошли по МПК. Главная цель логопедического лагеря – создать условия для непрерывной коррекции речи круглый год. Логопед Анна Дюжаева вместе с коллегой Анастасией Сафроновой разработала специальную программу занятий. Здесь у нас включились различные специалисты, то есть это физинструктор. И у нас уже не просто гимнастика, а дыхательная гимнастика, гимнастика на межполушарную работу, на мозжечковую стимуляцию. То есть даже гимнастику мы продумываем с тем, чтобы максимально быть полезными для коррекции. У нас подключилась логоритмика. То есть логоритмика – это уже работа идет логопеда с музыкантом, речи, движения. И на самом деле это очень здорово, потому что всем абсолютно ребятам нравятся подобные занятия. Играя, ребята работают над артикуляцией, лексико-грамматическим строем, тренируют правильное дыхание, развивают связную речь. В программу входят не только занятия в садике, но и походы в музеи, парки и библиотеки. Каждый день, да, у нас расписан. Расписан поминутно. Даже порой не успеваем мы поиграть. Ну, я думаю, что детям очень нравится. И они очень активно идут и очень хотят в сад. И дома много рассказывают. Я думаю, что наша программа очень нравится. Каждый день в логопедическом лагере тематически. Например, бывают Дни талантов, Дни солнышка. В этот раз ребята проходили квест, искали в саду зверей и отправляли их домой. Мы занимаемся в садике. Мы там делаем, либо лисуем, либо делаем поделки. Мне нравится больше всего спасать зверя. Вон он даже, платок зеленый висит. Я занимаюсь спортом и гимнастикой. В игры играть тебе нравится больше? А почему? Потому что мне интересно. Задача специалиста в дошкольном лагере подготовить ребят к индивидуальным занятиям с логопедом во время учебного года. А заодно устроить малышам веселые и полезные каникулы. Ну а сейчас самое интересное. Мы предлагаем, Юля, тебе поиграть в одну небольшую игру. Нужно будет накрасить губы красной помадой. И здесь очень красиво, чтобы она осталась не тронутой. Ни зубы, ни подбородок, ничего не замарал. Модель, супермодель. Супермодель. Должны с этим справиться. Итак, друзья, наша непостоянная рубрика «Мисс Аккуратность». Ну что, красная помада сияет на губах. Стол накрыт и тоже весь блестит, прибор зачищен, Юля. Юля, самое главное, тебе сейчас выбрать, что ты хочешь продегустировать. И помнишь, главное задание-то наше. Это есть аккуратно, чтобы не испачкать еду и, конечно же, зубы. Зубы и подбородок. Потому что, знаете, когда красная помада, она обычно везде следы. И что ты выбрала? А, с чего нужно начать? Что подсказывает тебе сердце? Конечно, здесь и миди, и осьминоги, и креветки, и кальмары. И кальмары из апельсина. А, и ризотто с... как это называется? Чернилами каракатятся. Вот, давайте с них и начнем. Давай, Юля. Ты такая девушка, знаешь, не промо. Есть большая вероятность, что после потребления вот этого ризотто, твои зубы станут черными. Да, на суперпаскалу. Поэтому я решила не бороться. Давай, давай. Иду. Так, а если все будет черное, а не красное, нормально? Главное, чтобы не красное. Тебе, зрители, за твою красоту, за твой ум все порастят. О-о-о. Так. Так. А, Юнь, можешь улыбнуться чуть-чуть? Угу. Ну, идеально. Идеально все, Юля. Мир с аккуратной. Ну, давай. Сок. Сок, давай. А стакан тоже чистый должен оставить? Конечно. Представь, что у нас фуршет. Мы все тут деловые немного пританцовываем. Ну, вот это уже квест посерьезнее. Как оставить стакан чистый, мне, конечно, плохо представляют. И, Кать, а тебе тоже задание. Давай. И, Докладывай. А тебе тоже. Яблочко. Давайте. Давайте. Три. Подожди, чтобы у нас тоже помада не осталась? Ну, конечно. Катюня. Давайте. Три, четыре. О-о-о. Мне кажется, что с вами. Показывает первое Юля. Так. Никакого следа нет. Идеально. И внутри, и снаружи. Так. Мне пришлось выливать его. Покажи. Мне кажется, у меня везде. Ну, покажи ты на камеру, Катюнь. Ну, немножко есть. Ну, и, конечно же, мое яблоко. Идеально. Юля, ну, мисс Аккуратность, конечно же, достается тебе. Ну, и Танюша. Я не знаю, сколько у тебя титулов. Ну, я знаю, что ты одна из самых красивых девушек в Тюминской области. Поэтому спасибо огромное, что нашло время, что ты к нам пришла. Рассказала все. Ну, за открытость твою, за твою добропорядочность. Спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо. Я была очень рада. Спасибо. 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 И какие красотки. С удовольствием. Пришло время поговорить о предстоящих выходных. Они ожидаются, но очень активными. И прямо сейчас мы расскажем, чем их можно занять. 12 июня в филармонии выступит государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» с программой «Люблю тебя, сибирская земля». Любители активного отдыха отправляйтесь на набережную контору пароходства. 12 июня организуют спортивную площадку и зарядку начала в 10.30, а 13 июня в полдень будут танцы. Если вас привлекает мир мюзиклов, вам в театр «Космос» на сцене пытичная притча о выборе жизненного пути, о силе любви и поддержки. Но если вы предпочитаете сидеть дома, нет проблем. Яркие выходные будут вам обеспечены, если вы проведете их вместе с видеосервисом «Винг». Море впечатлений можно получить, сидя на любимом диване. Лучшие фильмы от старой доброй классики, отечественных и зарубежных киноновинок. Вот, к примеру, для семейного просмотра отлично подойдет российская комедия «Осторожно, дети!» о братья и сестре Насте и Миши, планирующих отправиться на каникулы к бабушке. Однако предстоящая поездка мрачается властями о разводе родителей. В поиске решения проблемы Настя находит единственный выход – потеряться по дороге. Доверняка эта история придется вам по душе, но если вы все же ошиблись с выбором фильма, с новой услугой обмен фильма, вам не нужно покупать новый. Просто поменяйте его на другой совершенно, друзья, бесплатно, даже если вы уже начали его смотреть. И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Кать Федорова, Таня Фридрих. Удачных выходных, друзья, и увидимся на нашем канале. Как ты грустно-то говоришь, Кать. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok